Всем привет, дорогие друзья, с вами Аликсоник, и я покажу вам по редкости самые сильные персонажи. Получается, по моему мнению, получается редкостей всего 7 в Бравл Старсе, покажу, значит, от обычных, от кубков, от редких, сверхредких, эпических, мифических, хроматических и легендарных. Но давайте приступать к списку. Первым на списке у нас находится Сту. Сту это очень хороший персонаж, на котором можно делать невероятные киллы, вот как, например, использовать ульту вместе с его атакой. Вот вы сейчас видите, как Сту сейчас будет использовать ульту с его атаками. Надо это делать быстро и хотя бы научиться потренироваться над нём, а не сразу идти играть. Также стоит подметить, что он очень хорошо подходит под ШД, и у него ульта заряжается с одной тычки. Не вот эти, когда две плюхи летят, а можно достаточно одной. И можно сказать, что от ульты, если у игрок поджигается, ульта не набивается. Также переходим к следующему персонажу. А следующий персонаж, это у нас редкий, и он будет... Он подходит для различных режимов, как Бройболл, ШД. Захват кристаллов он, наверное, не будет очень сильно подходить. Ну вот, в принципе, и всё. Обладает очень большим здоровьем, с ним почти всегда втимятся. В общем, офигенный персонаж. Ну что, следующий персонаж, это у нас Дэрил. Не все, конечно, могут согласиться, что это самый лучший, сверхредкий персонаж. Но он, по моему мнению, кажется, самый лучший. И для ШД, Бройбола, Захват кристаллов, почти под все режимы подходит этот персонаж. Правда, один минус, что у него очень плохие гаджеты. Больше, мне кажется, минусов у него нет. Ну и следующий, конечно, персонаж, которым могут не все согласиться и засрать меня, так это Эдгар. Я сам его недолюбливаю и не люблю за него играть. Но, как факт, это самый сильный персонаж эпический, по моему мнению. Очень хорошая ульта, которая перезаряжается сама. Потом атаки, которые отхиливают его на 25% от его атак. Он может перебороть различных танков, убивать дальников. И хорошие гаджеты с пассивкой очень подходят для различных режимов. Конечно, мифический персонаж тут очень сложный выбор, который сделается не каждый правильно. Но я сделал свой выбор, и это Тара. Как Тара, она может подходить для любых режимов. У нее офигенный пассив как гаджет. Она в ШД может разносить абсолютно любого персонажа. Может и разносить, когда против нее Тиммитса, и она соло вытащит вам игру. Очень большой урон с руки. Очень отличная ульта, которая засасывает всех в черную дырку. Это просто офигенный персонаж. Но тут же можно же поспорить, что Мортис для некоторых может быть и лучше. Также с ней в ШД не очень любят Тиммитса, потому что знают, что она очень сильный персонаж. И она может просто разнести вас в соло за три тычки, даже без ульты. Поэтому с ней не очень Тиммитса и объединяются против нее. Следующий персонаж это у нас Хромики. Я не считаю, что надо сначала ставить после мификов Леги, а потом Хромики. У меня совсем по-другому, потому что Хромики выпадают и чаще. И они по сравнению выпадения с мифическими. Поэтому я их поставила рядом с мифическими. Так вот, я над этим выбором очень долго думал. Думал, кто же самый сильный хроматический боец. Но я остановился над выбором Вольт. У него превосходный гаджет. Превосходная ульта. У него очень большой урон с руки, который может вынести почти всех просто и вся. Офигенная пассивка, которая может просто эти маленькие осколки распространяться. Один минус, что с ним не очень любят так и Тиммитса. И еще один минус, что ему очень долго набивать ульту до четвертого левела. Ну и плюсы, конечно, у него набивается ульта за три тычки. И дальше я очень долго думал, какую легендарку выбрать. Может это быть Леон, может быть Амбер, может быть Сэнди, может быть Спайк, может быть Войрон. Но, в принципе, я остановился на одном легендарном персонаже. Так, это Спайк. Он и берется в различных турнирах киберспортивных. Так, у него и хороший пассив. Но только один минус, что у него такие плохие гаджеты. Также надо знать, если вы играете с пассивкой второй, надо... Ой, нет, первой или второй. Ну, короче, если вы играете с пассивкой на ульту, когда она вас восстанавливает, то вам надо знать, конечно же, куда будут лететь колючки. В основном с этой пассивкой берут, конечно, закрытые карты. Чтобы уже там легче попадать колючками, чем с другой пассивкой. А другую пассивку, конечно, уже берут на открытые карты, где там уже попадание с этой пассивкой гораздо легче, чем с закрытой. Также мне на сегодняшнем стриме в раздаче лунных подарков выпал один боец под названием Эш. Смотрите отрывок. Ой, я тоже кейс открою. Мне Биби выпала. Какой именно бравлер может сейчас быть? Ребят, какой именно бравлер? Сейчас я открываю, и мне выпадает, понимаете, у меня нету пассивок, у меня нету гаджетов. Я сейчас либо открываю, мне падает перц. А какой перц, мы сейчас узнаем, ребята. Ребят, осталось предметов один. Один предмет. Все, ребят, сейчас открываем. Открываю. Мне Эш выпал! Все, 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 Эш выпал. Даже никто не предполагал. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, этот топ вам понравился. И опотнее ли Эш на 25 ранг? Ну все, с вами был Аликсоник. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok